Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. В эти времена действительно мы все переживаем стрессы. Только недавно вроде бы закончился ковид. Но сейчас вот другие проблемы. И мы видим, какое большое количество напряжения в социальных сетях. Насколько резкие комментарии, насколько полярные мнения. И очень резко люди выражают эти вот как бы свои полярные мнения. Выливают негативные эмоции, злость. Растут цены на энергоносители. Остановитесь, коллега, остановитесь. Я к тому, что хочется как-то вот развеять все это руками. И каким образом принести спокойствие в свою собственную душу. Вот как вот остановиться, как-то вот понять, что мир все-таки не так уж плох. Обо всем об этом хотелось поговорить с мастером Цегун, доктором, автором многих книг, Игорем Кудрявцевым, который с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот как справляетесь, каким образом, может быть, чтобы вы могли посоветовать тем людям, которые, ну, в самом деле, испытывают стресса, не боятся каждого нового дня, какие-то негативные новости, какие-то неприятные действительно новости. Вот как от всего этого абстрагироваться? От страхов? Страха потерять работу, страха каких-то еще там других вещей. Ну, во-первых, если этот ваш стресс усиливается от чтения новостей, ну, надо это дозировать. Потому что информационных источников сейчас полно. Смотрел, там, телевизор, есть люди, которые смотрят телевизор, потом послушал радио, еще, не дай бог, порылся в интернете, и очень много негативной информации можно получить. Поэтому я действительно советую дозировать. Вот поставьте себе норму. Вот пять минут в день я занимаюсь чтением новостей, и хватит. Имеется в виду новости про те самые стрессовые события, вызывающие стрессы. Человек начинает рыться в интернете, искать подтверждение своей позиции. Ну, скажем, если речь идет о событиях на Украине, ну, тогда нужно, человек, занимающий ту или иную позицию, он всегда найдет в себе подтверждение, что наши побеждают, те или другие. Но, тем не менее, все равно это чтение негативной информации вызывает стресс. Не надо этого много смотреть. Мне обычно отвечают, да, ты знаешь, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Я говорю, я не знаю, кто это придумал, но не надо заниматься тем, что выбивает тебя из равновесия. Во-первых. Ну, вот действительно, отведи, норму. Как это бывает, скажем, с алкоголем, например. Потом, вот вы правильно сказали, как развести руками. Первое, что нужно делать, в случае стресса, любого стресса, это будто боязнь потерять работу или непонятная тревога по поводу военных действий. Ну, понятно, что подсознательно человек боится, что это начнется у нас. Именно руками. То есть первое, что помогает, физическое действие. Вот элементарно. Сложить ладони и хорошенько растереть их так, чтобы они разогрелись. Ну, поскольку я занимаюсь китайской медициной, я скажу, что китайцы рекомендуют это сделать 108 раз. Вот так вот считай. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, десять, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, двадцать, так до 108. Хорошенько растереть ладони одну об другую. При этом, если вы хотите, если вы еще сидите или лежите, то можно точно так же стопы одну об другую потереть. Вообще, любая физическая активность, любое дело, делай, что хочешь, но что-то делай. Потому что, если сидишь и думаешь, вот тогда начинается внутри подъем уровня кортизола, это гормон стресса, который потом переходит в, вызывает адреналин, подъем адреналина. А адреналин уже предполагает действие. То есть, надо что-то делать, куда-то бежать. Бежать никуда не надо, надо просто взять и что-нибудь растереть. А потом, элементарное упражнение, вот так вот сидя. Потом нужно соединить вместе правое и левое полушария мозга. У нас левое полушарие логическое, правое эмоциональное. На самом деле, это не так просто, но схематически так и есть. Поэтому, вот простейшее упражнение. Взять правой рукой, пальцами помассировать мочку левого уха. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, десять. Вот так вот именно считая. Потом взять левой рукой правую мочку уха и тоже десять раз вот так вот помассировать. Можно просто правой ладонью похлопать себя по левому плечу, а левой ладонью по правому плечу. Я понимаю, что выглядит это странно. Как будто бы, ну что-то такое. Но вы попробуйте, действует. Самое простое вообще, где даже двигаться не надо. Нужно смотреть вперед, выбрать точку какую-то фиксации зрения и потом, не вращая головой, резко отвести глаза влево, а потом вправо. Потом опять влево, а потом опять вправо. И вот так сделать десять раз. Влево, вправо. Главное, головой не вращать. Влево, вправо, влево, вправо. А потом вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. То же самое. Вверх, вниз. Это элементарная успокаивающая процедура. Потому что это делать, это надо делать часто. А как часто это вот? Когда это лучше делать? Днем, утром? В течение дня, может быть? Несколько раз. Это делать, когда возникает прилив, так сказать, этого стресса. Когда вы вдруг что-то увидели, прочитали и испугались. Тут же начинаете физические действия. Растираете ладони. Потрогаете вот так вот противоположную сторону. Еще лучше, если вы встанете и будете переносить вес тела, например, с одной ноги на другую. Это тоже достаточно просто сделать. Вы можете просто встать, ноги на ширине плеч, перенести весь вес на одну ногу и вторую ногу чуть-чуть поднять. А потом опять перевести, вдохнуть. И на выдохе опять перенести вес на другую ногу и эту ногу уже поднять. А если вы одновременно поднимете левую ногу и правую руку, на выдохе, то вы опять перенесли вес, вы стоите на другой ноге и свободную ногу поднимаете и противоположную руку. Вот правую руку, левую ногу. Вдох-выдох. На вдохе поднимаете, на выдохе опускаете. Как будто вы идёте, но шагаете на месте, высоко поднимая при этом ноги. Это очень полезное тоже упражнение, которое просто поможет вам резко снизить уровень кортизола, который вам в принципе не нужен. Ведь многие люди боятся чего? Они говорят, нет, нельзя быть равнодушным. И цитируют эту фразу, набившую уже оскомину. «Бойся равнодушных, ибо с их молчалевого согласия происходит всё зло в мире». Равнодушным быть не надо, но не надо стрессовать там, где ты не можешь ничего изменить. В древних римлях была даже пословица «Уби не лвалось, иби не лвалось». Где ты ничего не можешь, там ты не можешь ничего хотеть. Успокойтесь. И очень хорошее упражнение – это взять лист бумаги, самый лучший психологический тренажёр, и написать на нём свои страхи. То есть тогда эти страхи выплёскиваются на руку, и мы их видим, мы их сможем анализировать. Вот чего я боюсь, от чего мне страшно. Такой список составить. Да, вот хотя бы, чего именно я боюсь. Ну, скажем, я боюсь, что у нас начнётся война, допустим. Ну вот, я понял. Теперь ищем аргументы. За и против. Так уже легче, когда мы это видим. Действительно ли война? Подумай хорошенько. И вдруг один человек, я недавно говорил с пациентом, так, собственно, я много говорю с пациентами, и я часто слышу такой аргумент. Вот я боюсь, что война. Он написал, действительно боитесь, что начнётся война? Человек говорит, нет, что у нас начнётся, я не боюсь. Но я боюсь, что наши проиграют. Причём наши, это могут быть и те, и другие. В зависимости от того, какую позицию занимает пациент. На самом-то деле, да, страх совсем по-другому. Это, во-первых, мы начинаем об этом думать, а действительно ли, почему на эту тему надо волноваться, я спрашиваю. Ты не можешь там ничего изменить. Давай попробуем от этого как-то отодвинуться. И вот отодвинуться, это мысленно представить себе это событие, визуализировать, ну, у каждого есть какая-то фантазия творческая, обязательно, как картинку, как объёмный какой-то процесс. Хорошенько вдохнуть, причём вдохнуть вниз живота, там, где центр силы, где у каратистов хара находится, из которой наносится удар, там, там, у китайцев нижний дантянь, который тоже способен разбивать кирпичи. Выдохнуть вниз живота и выдохнув через руки, вот, отодвинуть это событие от себя. Представьте, что ты сдвигаешь это куда-то далеко-далеко. Только не сдвигайте это, скажем, в известные нам населённые места, потому что тогда возникает следующее. А я вот это сдвинул туда, допустим, в Антарктиду, а теперь там будет война и растают льды. На самом деле, ввеньте это в космос. Я понимаю, что это, даже разум понимает человека, ну, это ничего не изменит, это изменит твоё отношение. Потому что, на самом деле, события, ну, скажем, войны на земле идут всегда. И всегда где-то один человек убивает другого. Просто, когда это было далеко, когда на этом не так акцентировали внимание наши масс-медиа, ну, скажем, в Африке там был конфликт, в Руанде, по-моему, где там племя Туцци, другие там убили у друг друга сто тысяч человек. Ужас. Ну, мы как-то это слышали, но это было далеко. А когда это близко, вот это по-настоящему. Вот мы отодвигаем. Если ты ничего не можешь, не надо ничего хотеть. Некоторые считают, что надо как-то помочь. Хорошо, если ты верующий, помолись. Пусть Господь там устроит так, что будет мир. Например, если ты еще можешь что-то подобное сделать на расстоянии, ну, пожалуйста. Но переживать каждый день. Я не могу спать, потому что я думаю о войне. Не надо думать. И вот здесь следующий прием. Попробовать опять же тот же лист. Многие берем другой уже. Этот мы взяли. Мы на нем там зачеркнули. Или даже выбросили. Вообще его сожгли. А на этом написать, описать твой страх. Во-первых, место, в котором ты его чувствуешь. В каком месте организма этот страх ощущается. Это обычно солнечное сплетение. Ну, понятное эмоциональное центро. Это может быть голова. Это может быть вообще любая часть. Написать. А потом попробовать его описать. В деталях. Визуально, например. Как он выглядит. Какой размер. Какой цвет. Какая форма. И тогда вдруг получается, что этот большой, круглый кирпич. Как может быть круглый кирпич? Не знаю. Но он круглый. Но он кирпич. У человека приходят такие ассоциации. Хорошо. Которые темного цвета, холодный. Где-то в солнечном сплетении. А дальше попробуйте описать его в ощущениях. То есть он тяжелый, холодный, горячий, шершавый, вибрирует. А потом в звуках он как-то гудит. Там еще что-то делает. А потом эти параметры попробуйте изменить. Вот проще всего перекрасить. Сколько раз мы делали большой, тяжелый, темно-серый камень. Кто-то сказал кирпич. Кирпич не бывает, но у человека подсознание именно такой образ создало. Мы его перекрасили. А к чем? Берем волшебную кисточку или специальный лазерный осветитель. Измените его цвет. И вдруг цвет меняется. Да, цвет меняется. Он стал нежно-голубым. Ну и как ощущения? Ощущение легче. Говорит человек. Если визуально не удается изменить, попробуйте его. Если он холодный, подогреть. А как его подогреть? В солнечные лучи направьте туда. В общем, вот таким образом. Со своими ощущениями можно работать вполне. Их надо вот так вот менять. Но вот этого же события не изменятся? Нет. Но они не изменятся от того, что ты волнуешься по этому поводу. В общем, дело. На свежем воздухе стоит проводить занятия лучше в комнате? Или как часто выходить на свежий воздух? Помогает ли свежий воздух? Успокоение. Есть такая возможность. Конечно, помогает. Потому что когда кислород, приток кислорода к мозгу, мозг просто лучше работает. Часто почему возникает страх? Часто страх и депрессия, кстати, тоже. Возникает потому, что плохое кровоснабжение головного мозга. Из-за напряжения мышц шеи, которые в свою очередь из-за мысли о стрессе. Потому что стресс это состояние, которое предполагает реакцию. Бей, беги или замри. И вот это все напрягает шею, плечи поднимаются, мысленно кулаки сжимаются около лица. Но это я, наверное, мужскую реакцию. Я не знаю, как у женщин сжимаются. Или кулаки. Но, по крайней мере, шея напрягается точно. И из-за этого плохое кровоснабжение мозга. И из-за этого депрессия возникает. А если мы выходим на свежий воздух, у нас приток кислорода даже при напряженной шее. Все равно приток будет лучше. Голова прочищается. И природа, она сейчас вообще чудесная. Вот эта весна, пусть холодная, но все равно. Просто лицезрить, созерцать, смотреть на это зеленое, на эти листочки. Не надо смотреть плохое, смотри, хорошее. Просто смотреть на людей, которые ходят, птицы летают. Это полезно. То есть созерцание природы целительно. Я знаю, что, ты читал, по крайней мере, что в японских школах есть даже такой урок, где дети просто созерцают природу. Там не надо выполнять никакие задания. Там нужно просто смотреть. Что такое созерцать? Смотреть, ничего особо не комментируя, не думая, а просто пускать это в себя. Вот как надо. В Лиге же очень много красивых мест. Замечательно, если удастся вообще выехать. Но, наверное, наши парки тоже для человека могут целебно действовать, поскольку, ну, красивые цветы, ну, я имею в виду, сама красота, вот красивые клумбы, они влияют на человека? Конечно. Красота спасет мир. Недавно, недаром это говорилось. И это так и есть. А у нас Рига действительно красивая. Она зеленая. И клумбы, и просто растущие деревья, растения. Опять же, вода. Созерцание воды тоже, как будто вы все свои мысли выбрасываете туда. И вот по каналу они так стекают и куда-то там уходят. У нас Рига красивая. Рига красивая, особенно центр, ну и окраины тоже. И потом у нас есть, говорят, в Риге места, которые особенно сильны, скажем, силой земли, то есть с точки зрения геоэкологии там, особенно целительной. Это центр, это район Академии художеств, парк Эспланада. Это рядом парк Кронвальда. Это, кстати, Иммонтан. Не только потому, что там леса, а потому, что вот, говорят, там земля такая особенно сильная. Но это не значит, что в других местах плохо. Чудесные, вот эти рощи, там, скажем, в Плявниках или где-то еще. Я уже не говорю про Балдыраю, которая, и Усть-Двинск, которые вообще природные оазисы такие. В общем, у нас в Риге хорошо. Ну и в городах других-то тоже прекрасно. Где я только не бывал, там везде хорошо. Главное, с этой природой вот такое установить единство. Входишь в лес, поздоровайся с ним, как учил меня один из моих учителей. Я вхожу в лес, я с ним здороваюсь, мысляю, здравствуй. И такое ощущение, что лес меня ведет к какой-то тропинке, которая покажет мне много интересного. Скажите, ну, у нас буквально осталось там две минутки. Игорь, занятия ЦИГУН, я помню, что были занятия, организованные Рижской думой, вот какие-то прошлые годы. Продолжается ли все это? До сих пор продолжается. На сайте www.slxridnex.lv можно найти информацию. Ну, на сайте www.labsayuta.lv тоже можно найти эту информацию. И занятия продолжаются, и будут продолжаться еще, как минимум, до конца года. А также с июня будут бесплатные уже занятия в рамках Европроекта в Юрмале на пляже два раза в неделю. И в других городах, кстати, тоже есть. В некоторых местах этот Европроект тоже действует. Милости прошу. Ну что же, спасибо огромное. Огромное, спасибо. Игорь Кудрявцев, мастер ЦИГУН, также доктор и автор многих книг с замечательными рекомендациями по уменьшению стресса и единению с природой. Спасибо большое, Игорь. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Я на здоровье. Радио Болтком